До этого, как он каждое утро, когда он встает, он читал эту молитву, чтобы не испортиться этим, что он помогает людям, чтобы он не зазнался, чтобы он в первую очередь всегда думал о человеке, как о понятии. Скажи, пожалуйста, по крайней мере, не забываешь раз, не дим. Никто не видится, да? Это интересный вопрос. Единственное, что это, когда я был в Африке, я начал молитвы, я всегда прошу, по-евриту молился, потому что я думал, ближе к Богу. Я всегда просил, чтобы Бог мне помогал сделать хорошее, помочь людям идти правильно, чтобы я был хорошим человеком и чтобы я помогал. Интересно, мне всегда хочется спросить, ну и как? В конце передачи я спрошу тебя, чего ты достиг. Смотри, ты пишешь в своей книге, что я всегда хотел писать, но у меня не хватало смелости и веры, что это будет интересно. Сейчас ли вера и уверенность? Получилось это, потому что ко мне пришел врач и сказал микрокосм такой, который пробует на том, что они новые, у них что-то получить. Тем, что они не имеют знания в английском языке, или пользуются этим. Допустим, лечат катаракты, когда такие вот вещи. То есть ты хочешь сказать, что иногда врачи пользуются тем, что... Врачи... Или наоборот, пациентам кажется, что врачи их используют. Я думаю, что в любой профессии, к сожалению, есть вот эта вот часть, и она важная, главная часть, это этот человек. И я считаю, человек делает профессию свою. И в любой профессии, если он хочет не быть честным, он это использует. В медицине это не должно быть, потому что в медицине это человек, который нуждается здоровьем, помощью. И это самый такой слабый, я считаю, человек, когда он тебе приходит из-за этого, чтобы были такие истории. Во всех, в испанской я вижу много им там колят бог знает что, и оказывают потом инфекции, говорят им, что это коллаген или джубер. Современно, сейчас ко мне приходят пациентам, они в силикон колят, там инфекции потом. В итальянской комьюнити там были врачи, которые их поймали в Среднеландии, которые делали операции, и эти люди не были в живых, они там были уже мертвы. Но, к сожалению, тоже в нашей русской общине бывали такие... Хорошо, это очень интересный вопрос. Я уверен, что нашим телезрителям есть что спросить и сказать. Кстати, во второй части передачи мы обязательно включим телефоны, и вы сможете тоже задать вопросы и поговорить с моим гостем. Но пока это моя привилегия поговорить с тем, кто пришел к нам в гости. А у нас в гостях Иаль Левит, автор книги «Этюды врачебных будней», ну и врач, и профессор. Кстати, я, наверное, должен представить тебя все-таки, потому что автор книги должен иметь опыт. Так вот, я хочу сказать, что у нас сегодня в гостях не просто автор книги, а прекрасный доктор, преподаватель Колумбийского университета, то есть профессор, директор отделения дерматологической и косметической хирургии Сент-Люкс Хаспитал, госпитале Сент-Люкса. Значит, смотри, это твой врачебный опыт, который ты изложил в книге. Но вот, что интересно, в твоей книге ты пишешь, мне часто приходилось слышать, для того, чтобы ты идешь, надо знать, откуда ты пришел. Правильно. Ты знаешь, у меня есть фотография. Вот сейчас мы покажем ощущения, откуда ты пришел. Покажите, пожалуйста, первую фотографию нашу. Первая фотография. Скажи, пожалуйста. Откуда я пришел? Вот это мама и папа, да? Нет, это ты пришел. Из Африки, мы все пришли из Африки. Это африканский снимок, правильно, да? Да, да. Это твои школьные друзья. Можно сказать. Это то, откуда ты пришел? Ну, почти, в Черновцах, но там немножко по-другому раса. Так это все-таки Африка, это не Черновцы. Это не Черновцы, нет, это Африка, да. Скажи, пожалуйста, я знаю о том, что, когда тебе было 8 лет, 8 месяцев, 8 месяцев, 8 месяцев, я повторяю, твои родители уехали с Украины. Это были Черновцы, эмигрировали в Израиль. Да. Русского языка ты не знал. Мы сейчас разговариваем с тобой на русском языке. Да, я знаю, что ты немножко смущаешься, ты не всегда как бы чувствуешь себя большим докой в русском языке. Далеко от этого, да. Но ты говоришь хорошо, ты говоришь намного лучше тех людей, которые приехали в 12-13 лет и здесь как бы живут. Откуда русский язык? Заслуга, в первую очередь, моего отца, потому что я боролся с ним, но он победил. Он просто мне не отвечал, когда я с ним обращался по-английски или по-евриту. И мама уже сдала, сказала, ну уже отвечай ему, он говорит, нет, нет. Ну и вот я из-за этого не забыл. А потом уже... То есть какой-то элемент дома постоянно поддерживался? Поддерживался, да. И меня называли на улице даже Костик. Это было мое первое имя, когда звали меня Играция. Костик? Костик, Костик. Да. То есть первое имя твое не было, Эаль? Нет, оно было Константин. Дедушку, отца моего дедушки звали Кос. Его убили немцы. Он не хотел уходить, он первой мировой войны знал, они хорошие люди, и с дедушкой не ушел. Когда он взял всю семью, он не ушел, и вот его убили, к сожалению. Так что в честь его меня назвали Константин. Мне было это неудобно, потому что Константин, как мы все знаем, он был первый, который принял крестьянскую религию на себя. А вот я, еврей, несу такое имя. Что неужели, неужели вот этот вот момент, что Константин связан с внедрением крестьянства в Римской империи, это для тебя было важно? Ну да, я был гордый, я есть гордый еврей, а еще в Израиле я рос на истории Давида, Соломона, Маккаби, Тумпельдор, и я гордился, что я еврей, и я хотел это... То есть смотри, вот мы видели... На своем сердце, не как мы ходили в Холокост, бедные, скучные, а как... Гордые, гордые. Ну, гордый израильтянин, ты вообще-то гордый израильтянин, ну и еврей. Скажи, пожалуйста, я понимаю так, что твои родители периодически посещали Африку, чтобы не забывать, откуда они вышли, и потом возвращались обратно в Израиль. Поэтому у тебя были годы жизни в Африке, это мы уже видели, и у тебя были годы учебы и жизни в Израиле. То есть школу практически ты делил между Африкой и Африканскими, между Израилем и Африканскими. Скажи, пожалуйста, вот в книге твоей ты говоришь о том, что... Как я это видел в Кибуце, как я это помню в Вишеве, как я это помню... Скажи, пожалуйста, вот эта вот жизнь израильская, она дала тебе что-то? Вот сегодня, оглядываясь назад и живя в Америке, как ты думаешь, что тебе дало больше? Африка или Израиль? Это тяжело сказать, потому что каждый момент в моей жизни мне не очень много чего дало. В Африке не было телевизора, не были телефоны. Но это не самое худшее, сегодня люди мечтают выключить все. Ну вот так, у меня не было такой возможности включить, не было что включить, кроме света там иногда. Так что книга была моя, мой телевизор. И это было то, что меня открыла мне мир. И там потом была библиотека еврейская, израильская. И там я учил все про Израиль, про создание, до создания и, конечно, другую литературу читал. Хорошо, но вот ты учился в Израиле, ты поменял имя, как бы ты изменил. Это уже в Америке поменял его, да. Уже поменял в Америке. Но вот еще очень важный такой момент, ты становишься врачом. Да. Почему врач? Потому что мама врач? Потому что дедушка врач? Это интересно. Я врачом не хотел стать.